Всем привет-привет и сегодня, надеюсь, будет интересно. Делаю обзор отеля из далекой Кубы. Отель называется Melia Las Americas и у него прекрасные отзывы в интернете, по которым может сложиться впечатление, что это шикарное место для отдыха на твердую пятерку. Но мой печальный опыт говорит совсем об обратном. В справедливости ради замечу, что виноват не только сам отель. Мое мнение сложилось из множества факторов, о которых я сейчас расскажу подробно по моему традиционному плану. Дорога, заселение, номер, территория, рестораны, бары, море, пляж и в конце сделаем... Казалось долгой. Сейчас путь на Кубу лежит через Санкт-Петербург, Мурманск, затем облидаем Скандинавию и далее через Атлантику до Вородера. Все это занимает 14 часов туда и 13 обратно. Полет прошел довольно штатно и, что странно, почти незаметно. Из неприятностей могу отметить невкусную еду, которую подают всего лишь один раз за весь полет, и странное поведение авиакомпании, которая продала место аварийного выхода сразу трем разным людям. Двое из них, соответственно, оказались очень недовольны таким раскладом, ведь заплатили немалые деньги, а лететь пришлось на стандартном месте. Еще один неприятный сюрприз нас ждал на таможне уже в самой Кубе. Вроде бы все стандартно, но на выходе наши вещи осмотрели еще раз. И если нашли вейп или электронные сигареты, их изымут на время отпуска. То же самое касается и дрона. К сожалению, из-за этого у меня нет съемок с него. Процедура изъятия проходит очень бюрократично и долго, занимает примерно 40 минут, ну и сопровождается испорченным настроением и штрафом в 10 долларов. Дорога от аэропорта до отеля заняла всего 30 минут, ну а на ресепшене нас встретили довольно приветливые ребята, которые не знают ни слова по-русски и не очень хорошо говорят по-английски. Но это не беда, потому что нас тут же подхватила Ивана. Это такой специальный менеджер, который встречает именно русских туристов. Она быстро уладила все вопросы с персоналом, ну а не переговорили и сделали нам предложение за доплату взять номер получше, с новой мебелью и с видом на море. Далее выяснилось, что сумма это не какая-то заложенная отелем, а такая, какая им в голову взбредет. Нам озвучили стоимость 300 долларов. Мы сторговались до 200, на этом разошлись, ну и в номере мы оказались достаточно быстро. Итак, номер. В номер мы попадаем вот с такой карточкой, белой, без опознавательных знаков, которая имеет свойство постоянно размагничиваться от телефона. Входим. Сразу на входе стандартный набор. Шкаф, внутри сейф, утюг, вешалки, дополнительные подушки, гладильная доска, есть зонты, как это ни странно, и теплое одеяло. Заходим в комнату. Она достаточно большая. На стене видим инсталляцию. Красивая, бодренькая, веселая штука. Дуспальная кровать большая, но на самом деле это совмещенные два односпальных матраса. А на стене дальше видим телевизор. Большой современный, с кучей каналов. Здесь все окей. Внутри стола мини-бар с парой стаканчиков. На столе чайник, кружки и быстрорастворимый кофе. На стене еще раз какая-то красота. И мебель, стульчик, столик и прикроватная тумба, внутри которой пусто. Швейного набора, конечно, нет. Идем на балкон. Вид с балкона прекрасный. На океан и на пляж. На балконе столик и стульчики. Все, чтобы можно было созерцать океан, пить и курить. Возвращаемся в номер. Идем в ванную комнату. Внутри биде, унитаз, крючки для полотенец, туалетная бумага. В общем, все нормально, все стандартно. Раковина, ванна, душ и все на месте. Из бытовой химии лежат салфетки. Внутри коробки шампунь, гель для душа и мыло. Больше ничего нет. Ни расчесок, ни ванных палочек, ничего. Также есть фен, зеркало, набор банных полотенец и полотенце для пляжа. Чуть подробнее о некоторых деталях. Мини бар. Внутри два пива и всего два вида газировки. Больше ничего нет. Вода отдельно в полтора литровой бутылке. Так что с собой брать ее неудобно. И, видимо, подразумевается, что используется только для варки кофе. Если вы приехали в отель в свой день рождения, то вам подарят вот такую бутылку шампанского. Поговорим о косяках. Так называемая мебель, которая была обновлена для нас, да, это вот такие вздувшиеся детали. Пятна на мебели, отбитые ножки и прочие коцки. И вот за это мы заплатили дополнительные 200 долларов. Также выключатели и розетки. Вот все так похабно сделано и нажимаются плохо. Да и в целом номер вот весь такой. Везде дырки и какие-то трещины. Следующий косяк это розетки. Да, наши вилки подходят, но все розетки раздолбаны. И поэтому наши зарядки не держатся. И приходится придумывать вот такие приспособы, чтобы поддержать вилку. И можно было заряжать девайсы. Американские вилки держатся немногим лучше. Поэтому если у вас есть такая, берите ее с собой. И вот еще одна, так сказать, особенность. Когда сушишь белье на балконе, через какое-то время замечаешь, что оно покрывается вот такой штукой. Я думаю, что это пепел от сигар, который курят здесь все и везде. А вот и еще нюанс, о котором я говорил в начале. Мы доплатили за номер с видом на океан. Но если бы мы этого не сделали и получили стандартный номер, то был бы вид вот такой. То есть это тот же самый океан, но только нет вида на пляж. И вся разница. Ну и напоследок о номерах покажу номер, который чуть дороже, чем стандартный. Это двухэтажный номер. И его отличие в том, что в нем есть дополнительный туалет. Именно туалет. В нем нет душа. В номере также есть уложитель воздуха. Ну и на втором этаже находится спальное место и напольное зеркало. С отдельным входом в душевую кабину и туалет в ванную комнату. После номера на очереди отель и территория. Отель состоит из главного корпуса и нескольких двухэтажных коттеджей. Которые местные называют почему-то бунгало. Там располагаются номера уровня левел. И стоят они гораздо дороже обычных номеров. За эти деньги постояльцы получают дополнительные плюшки. Более дорогой алкоголь в барах. Отдельный пляж. Отдельный ресторан. И возможно еще что-то, но это не точно. Территория стандартная. На ней находится лобби-бар. Два бассейна со своими барами. Один обычный и один для уровня левел. Далее бар у пляжа, спортзал. И так называемый спа-салон. Который по факту состоит из сауны и массажного кабинета. Также имеются четыре ресторана а-ля карт. Один из которых работает днем как гриль-бар. Ну и еще гольф-клуб, о котором я ничего не могу сказать. Потому что совсем не интересуюсь гольфом. Двигаемся дальше. И пришла очередь рассказать про рестораны и бары. Ресторанов здесь несколько. Главный ресторан гриль-бар. И четыре ресторана а-ля карт. Есть еще одно местечко, где можно заказать легкий перекус, сэндвич или бар. Но это не полноценный ресторан. Расскажу про каждый ресторан подробнее. Основной ресторан это, пожалуй, главное мое место разочарования и недовольства от всей поездки. Почему? Да потому что еда в этом ресторане, который, между прочим, находится в пятизвездочном отеле, едва дотягивает до тройки, а может даже до двойки. Что же здесь такого ужасного? Ну, давайте расскажу. С завтраками все нормально. Стандартные каши, омлеты, яичницы, блинчики, овощи, салаты, сыры, колбасы. Колбасы, кстати, лучше, чем в Турции. Вот. А вот уже обед и ужин, мягко говоря, ну, на любителя. Любителя маленького выбора. Набор всегда один и тот же. Два супа и стандартный набор из мяса. Курица, говядина, синина и рыба. Ну и вдобавок несколько гарниров. Из овощей парочка салатов, огурцы и вечно зеленые помидоры. Удивительно, но за 10 дней хороших спелых томатов я так ни разу и не видел. Что касается мяса. Каждый вид мяса имеет парочку вариаций. Например, говядина может быть тушеная, а может быть в виде фарша с овощами. Курица может быть в виде жареных крылышек или просто белое мясо. Но все равно, в рамках одного дня это всегда 4 позиции. Из хорошего. Тут всегда в наличии вкусные и достаточно разнообразные маринованные соленые овощи. Что лично меня очень радовало всегда. Также практически каждый день здесь подавали креветки. А если их не было, их меняли на миди или какие-то другие морепродукты. Конечно же, были десерты. Тортики, пирожное, мороженое. Выбор не особо велик, но сладкоежки все равно бы остались довольны. Единственный минус. На обед и ужин невозможно было взять к десерту горячий напиток, чай или кофе. В этом ресторане попросту отсутствуют они. Кофе давали только на завтра. И только кофе, чай нельзя. А в остальное время холодные напитки и вода. Смысл делать десерты, если их нечем запить. Странно. Ну а хуже всего дела обстоялись с фруктами. Это оказалось полным разочарованием. Только представьте, вы в жаркой тропической стране, а фрукты такие, будто их взяли с дешманского рынка. Ананасы кислые, папайя жесткая как репа, а арбузы точно такие же розово-зеленые, как томаты и отвратительные на вкус. Единственное, что здесь оказалось нормальным, это бананы. Но бананы можно и дома ведь поесть, правда? И все же у главного ресторана нашелся один большой плюс. Это наличие гриля. На обед и ужин тут всегда была возможность пожарить мясо, рыбу или большие вкусные креветки, которые, напомню, были почти каждый день. А так в целом ресторан, конечно, для завтраков. На обед приходилось бы ковыряться в том, что есть, а на ужин вообще лучше сходить в а-ля-карт. Благо их в отеле целых 4 штуки. Представлены японская, итальянская, интернациональная кухня и гриль-бар. Все рестораны а-ля-карт бесплатные, но попасть туда можно только по предварительной записи. И записываться лучше заранее, ибо не всегда есть свободные места. Любителей таких мест много. Из всех 4 ресторанов вкусно было во всех, кроме гриль-бара. Это, конечно, дело вкуса, но хоть убейте меня, но зажаренные и временами пересушенные куриные окорочка я не люблю. Да и остальная еда меня там не впечатлила. И, несмотря на это, сюда можно было прийти еще и в обед. Без записи причем. Но, опять же, есть нюансы, подаваемые в обед, подаются и вечером, когда вы приходите в ресторан а-ля-карт. В остальных ресторанах все отлично. Вкусная еда, отличная подача, хороший сервис. А, например, в японском вас ждет еще и шоу от повара, который демонстрирует весь процесс готовки блюд. Далее на очереди бары и алкоголь. Технически на территории отеля 5 штук бар. Но по факту их всего 3. Лобби-бар, бар у пляжа и бар у бассейна. Причем для живущих в номерах уровня левел бар у бассейна свой, а для всех остальных он другой. Бар всех баров это, конечно, лобби-бар. Он находится в главном здании и расположен у входа в основной ресторан. Это удобно, потому что утром после завтрака по пути в номер вы можете зайти сюда и заказать себе хороший зерновой кофе и посидеть с ним на улице. В остальном это обычный бар, как и в любом другом отеле. Из интересного. Здесь делается большой упор на ром. Тут он очень вкусный. И причем не важно какой вы возьмете, дорогой или дешевый, белый или золотой. Все они будут отличными. Как с лунапитками, так и в составе коктейлей. Ну и, конечно же, здесь есть карта платного алкоголя, где один шот стоит примерно 3-4 доллара. Но кому он нужен, если есть такой вкусный ром? Остальные напитки тоже вполне приличные. Пиво, шампанское, виски и так далее. Все можно пить, все окей. Но и здесь не обошлось без нюансов. Первое. Как выяснилось, для меня это было удивление. Куба находится под санкциями. И из-за этого санкции касаются на ввоз и производство Кока-Колы. Это, конечно, для меня стало новостью. На острове при этом есть свои аналоги. Колы, фанта и спрайта. Но вот если вкус фанта и спрайта получить удалось, то с колой все плохо. По вкусу это скорее своеобразный вариант ванилы колы. И из-за этого вкусы коктейлей отличаются от того, к чему мы привыкли. Даже та же банальная Куба Либра, она будет вкусная, но она будет не такая, как мы к ней привыкли. Второе. Отель позиционирует себя как 18+. И я, ну естественно, подумал, что здесь будут тусовки, пьянки и разврат. А оказалось совсем наоборот. Отель можно смело называть Американо-канадским санаторием для пенсионеров. Ибо 80% гостей это люди, которым глубоко за 60%. Особенно это видно, если прийти в бар вечером. Здесь собирается именно такая аудитория. Так что можно смело воспринимать рейтинг 18+, как пометочку о том, что здесь не будет криков детей. А в остальном здесь, после 23.00 отель вымирает. Ну и третье. Разнообразие напитков. Тут все тоже оказалось непросто. Если в лобби-баре все нормально, то у бассейна и в баре у пляжа можно встретить только пиво, шампанское и коктейли из рома и джина. Вот, как я сказал, так и есть. Никакого разнообразия больше не будет. Что любопытно. Джин в понимании сотрудников отеля это просто напиток. Вам могут налить как Гордонс, так и местный непонятный джин. Могут дать Лондон Драй, а могут дать какой-нибудь розовый. Все зависит просто от того, что есть в наличии. И барменам без разницы. Для них джин это просто джин. Чего нам всем хочется, когда мы немного выпьем и взбодримся? Ну, конечно же, развлечений. И тут мы подошли к анимации. Тут с ней все довольно стандартно. По вечерам бывают выступления разнообразных певцов и музыкантов. Иногда делают что-то вроде ярмарки, где выставляют красивые товары. И ими же могут приторговывать, например, сувенирами или табаком. Ну, а днем, если же вам захочется развлечься, то вам доступны спортивные мероприятия, волейбол, йога, дартс, бильярд, уроки местных танцев и акваэробика. Кстати, ее проводят прямо в океане, потому что вода там банально теплее, чем в бассейне. Также у океана можно взять бесплатно покататься катамаран или виндсерф. Еще есть тренажерный зал и спа. К тренажерному залу вопросов нет. А вот спа, ну, такое себе. Просто сауна, кстати, она бесплатная. И массажный кабинет. Массажи начинаются от 40 долларов и выше за сеанс. Кстати, массаж еще делают и на пляже. Может, кому и зайдет, если есть желание, просто слегка расслабиться. Ну и напоследок поговорим о бассейнах, океане и пляже. О бассейнах особо говорить нечего. Их всего два. Они очень большие и красивые. На этом все. Единственное, вода в них, ну, если не ледяная, то уж точно непригодная для купания из-за своей некомфортной температуры. Поэтому здесь даже в самый жаркий час, в час дня, например, почти никто не купается. По этой же причине бары у бассейна всегда пусты, а лежаки всегда свободны. У главного бассейна есть пара маленьких джакузи в ванн, рассчитанных на двух человек. Это, пожалуй, единственное место, где вы можете найти по-настоящему теплую воду. Океан. Океан невероятно красив. Но он тоже не особо теплый. Хотя и теплее, чем бассейны. Но все равно входишь в воду, ножку помочил. И первая мысль. А куда я вообще приехал? Пересилив себя, заходишь по шею в воду и начинает казаться, что вроде уже не так плохо. Но здесь, я имею ввиду всю кубу. Как по расписанию, каждый день после обеда начинает дуть приличный ветер. И становится некомфортно не только входить в воду, но и выходить из нее. Уточнение. Все, что я говорю про температуру воды, это идет сравнение с Турцией и Таиландом. Если же сравнивать с водой в средней полосе России, например, на Урале, то будет примерно одно и то же. Таким образом получается, что то, ради чего я приехал в отпуск, а именно купание в океане и море, становится не то чтобы приятно, а прям вот не хочется это делать. Смотреть на океан, конечно, приятно, но вот купаться долго в нем некомфортно, разве что быстренько освежиться и бежать греться на солнышко. Что могу сказать о пляже? Он достаточно большой и просторный, много шезлонгов и зонтиков от солнца. Самое приятное, что даже если вы придете в 10 утра, вы все равно найдете место. Здесь, как в той же Турции, не нужно с утра пораньше бежать и занимать лежак. И вот это очень порадовало, потому что такое встреча далеко не в каждом отеле. Сам пляж чистый, песок мелкий и практически белый, но все же не такой белый, как в Доминикане. Поэтому он немного нагревается, но не обжигает ноги. Поэтому можно спокойно ходить до океана босиком. В целом, отдых на Кубе оказался противоречивым. Из положительного могу отметить доброжелательность местных к русским туристам. Наличие ретро-машин с возможностью заказать их как такси и добраться до ближайшего города Варадера. Вкусный ром и недорогой ароматный табак. Наверное, поэтому большинство туристов курят здесь сигары и сигареты везде, где только можно. Ну а к минусам могу отнести длительность перелета. Большую разницу во времени с Москвой, это 8 часов. И относительную дороговизну туров. Что, как мне кажется, в первую очередь вызвано длительностью перелета, а не качеством оказываемых услуг. Все. Самое главное я вам рассказал. Теперь итог. Если бы наш тур стоил 200-250 тысяч на двоих за 10 ночей, то, пожалуй, на многие проблемы мы бы даже не обратили внимания. Но стоимость тура нашего составила 350 тысяч, и мы невольно стали задумываться. А может стоило полететь в знакомый Тай, или дождаться сезона в Турции? От себя могу добавить следующее. Я не жалею, что я побывал на Кубе, и именно в этом отеле. Но второй раз я сюда точно не полечу. А на этом у меня все. Всем желаю удачного отдыха в этом сезоне. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok